дарова братана его на канале девплей меня зовут евгений это у нас то не на тетрадь ну и погнали часть 4 черная рука про ту самую забыл да про ту самую ищет и вцепляется в руку степана настя шуршит конфетным фантиком мой одноклассник был там и видел черную руку собственными глазами а он не из обманщиков и так в позапрошлом году давид поехал в лагерь а в лагерь этот свозили самых умных учеников со всей страны давид ну да давид шнипельсон ты что его не знаешь нет тебя чего туда не взяли да и не захотел зелен виноград чего так вот лагере понятно огорожен высоким забором на входе охрана круглые сутки посторонним туда не пробраться дети все под надзором взрослых там больше чем школьников и тут внезапно у ребят стали пропад вещи пропадать сначала мелочи всякие значки там конфеты карандаши ручки никто не поднимал шум мало ли там сама потерялась или просто кто-то взял попользоваться и забыл вернуть обычное для гении в дело но потом стали пропадать деньги книги даже одежда вот тут то все решили что завелся в лагере вор а то и шайка целая потому что вещи пропадали не в одном отряде а у всех и у детей и у взрослых даже сначала охранники пытались найти воров но когда ничего у них не вышло позвали милицию я целую неделю жили в лагере засаду устраивали обыски но никого не смогли обнаружить а кражи тем временем продолжались и ребята из одного отряда придумали каким преступников следить они в тайне от всех собрали систему наблюдения спрятали у себя а ночью включили кроме них троих никто не знал что она работает утром положили перед камерой кошелек а сами спрятались в соседней комнате и в телевизоре стали следить за ним долго они ждали а тяжело же постоянно смотреть отвлеклись и не заметили как кошелек исчез вроде только что был а вот его уже и нет проглядели на вторую ночь они прикрутили к камере записывающий магнитофон с утра положили на место кошелька электронную игру не разошлись по своим кружкам приходит вечером а игры нет стали они смотреть записи увидели на ней как из воздуха появилась черная рука схватила играл вместе с ней исчезла парни побежали к за взрослыми чтобы показать им запись один остался стеречь но когда они привели милицию то увидели что кассета записи исчезла камера сломана оставшийся мальчик убилет а на шее у него черные отпечатки пальцев милиционеры не поверили детям и решили что они сами его убили арестовали их заперли в разные комнаты а на утро обнаружилось ну что эти дети тоже убита а на их шаях тоже были черные отпечатки пальцев в лагерь сигнали милицию со всей округи перепуганные родители стали забирать детей по домам а те дети которые не могли уехать старались не оставаться одни кражи продолжились теперь пропадать стала мебель стулья тумбочки и даже кровати черная рука обезумела и принялась стащить все подряд без разбору а когда однажды пропала девочка трое ее друзей из химического кружка решали отомстить черной руке они собрали в лаборатории бомбу спрятали ее в тумбочку и попросили давида приделать к ней детонатор так чтобы бомба сработала от открывания двери там дело то не хитрое надо просто рычаг визе было взять и да сделала ладно что дальше то было ёбаный то нахуй через пару дней под землей на краю лагеря раздался взрыв пригнали экскаватор стали копать и обнаружили заброшенное бомбоубежище заваленное до верху пропавшими вещами а в центре этого бункера в эпицентре взрыва нашли остатки какой-то аппаратуры и разорванная на части тела мальчика даже опознать его не смогли а руки его были в черной краске остатки той аппаратуры какие тела мальчика забрали военные а со все а со всех в лагере взяли слово чтобы об этом молчали а что мы их ответы пропали это черная рука их украла насть ты их сама съела пока слушала успокойся правда да 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 и не заметила ух настюх до чего ты громкая ладно сейчас вы услышите подожди оля на очередь почему еще действительно почему потому что конфеты кончились причем тут конфеты много будешь знать будешь плохо спать начинай оль лесной огонек часть пятая ладно неподалеку отсюда в глубине леса находится заброшенный пионерский лагерь огороженный ржавой от времени колючей проволокой когда-то он был самым большим во всей округе но однажды там произошло нечто настолько не поддающиеся пониманию человеческим разумом что его огородили несколькими рядами проволоки из-за были на веки вечные но в библиотеке я нашла дневник вожатой того лагеря удивительно что до меня на эту тетрадь никто не наткнулся мне не стоило бы рассказывать содержание дневника никому но я не в силах в одиночку совладать с невыносимой тяжестью правду о заброшенном лагере если я не расскажу ее вам я сойду с ума грабли убрал так ведь страшно же он занят уже я могу обнять вас обоих стой перебирайся сюда астас перебирайся сюда ага то есть нет мне тут хорошо и как знаешь дневник вела оксана вожатая первого отряда судя по записям до половины смены все шло своим чередом дети отдыхали ссорились мирились влюблялись расставались оксана и сама влюбилась в вожатого третьего отряда и очень переживала что тот не отвечает ей взаимностью половина дневника исписана стихами о несчастной любви и неумелыми портретами объекта воздыханий но с середины лета записи меняются вот послушайте оля достает тетрадку разрисованную цветочками с наклейкой зайчиком. 20 июля. По-прежнему ужасно жарко. О! Прямо на мою днюху. Поздравите потом, суки. Антон попросил сводить свой отряд к водоему вне очереди. И я, конечно, уступила. Какой же он всё-таки красивый, когда улыбается. Мои побузили, но я им за это отбойно сейчас позже разрешила. 21 июля. У нас ЧП. Утром потеряли Дашу Старцеву. Все её вещи на месте, а последней её видела Катя, когда Даша ночью в туалет выходила. Дашу нашли. Она провалилась в старый колодец за бытовым корпусом. Удивительно, но на ней нет царапинки. Повезло. Вот только ни слова не сказала с тех пор. Ох, надеюсь, всё будет хорошо. Пусть пока полежит в медчасти. Ираи... Ираида... Боже, чё са такое ёбнутое имя, Ираида? Какое-то старорусское шоль. Павловна звонила Дашиным родителям, но ни до кого не дозвонилась. Антон на собрание заявил, что я должна лучше за детьми приглядывать. Прям там чуть не расплакалась. Почему он такой злой? 22 июля. Петрович с мальчишками из 5-го отряда соорудили здоровенную крышку для колодца. Теперь никто не провалится. Даша по-прежнему не говорит. Лежит пластом на койке и молчит. Марья Потоповна её с ложечки кормит. Ираида Павловна никого не выпускает из лагеря. Даже Антону, у которого вот беда, умерла бабушка. 23 июля. Мы с девочками собираемся навестить Дашу. Собрали ей большой букет цветов и нарисовали открытку с пожеланиями скорейшего выздоровления. Антон какой-то странный сегодня. Поругался с утра с директором. Остальные записи сделаны другим почерком. Внезапно я будто отделилась от тела и стала наблюдать со стороны. Вот он бросил меня в яму и я слышу звук удара. Мне не больно. Просто печально. В ложе на дне ямы отражается кусочек неба с яркой зелёной точкой. И я вижу, как она приближается. Падающая звезда, думаю я. Нужно загадать желание. Цвет становится всё ярче. Зелёная искорка несётся на меня со скоростью ракеты. Врезается и выбивает обратно в тело. Ай, вбивает. Обратно в тело. Теперь нас внутри двое. Я и моя звезда. Боль возвращается. И моей соседке она не нравится. Маленькая зелёная искорка начинает пульсировать в такт биению сердца. Разрастаясь и заполняя изломанное тело словно пустой сосуд. Вот только сосуд в трещинах и дырах, через которые... через которые сияние выплёскивается наружу. Звёздочка недовольно вспыхивает, а изломы и пробоины в моём теле исчезают, словно снег под моистским солнцем. Мне становится хорошо, и я сворачиваюсь клубочком прямо в этой тёмной, пахнущей плесенью воде. Жаль, что теперь я не вижу своей соседку. Лишь чувствую её тепло в груди. Звезда хочет, чтобы я поднялась и выбралась отсюда. Но мне всё равно. Единственное, чего я хочу, это забыться. Звёздочка не сдаётся. Она мечется внутри тела, и мне даже жаль её. Сначала она просто согревала меня, а потом отступила с погруженной в воду половины, поднявшись к плечу. Бедная звезда, как не повезло ей с соседкой. Я сажусь, прислонившись к ледяной стене. Над собой я вижу маленький лоскуток голубого неба. Вот его заслонил чей-то силуэт. Пропал, появился, снова исчез. Это мельтешение неприятно, и я закрываю глаза. Меня подхватывают чьи-то руки, на миг пробуждая воспоминания. Но я прячусь от них. Всё это случилось не со мной. Я всего лишь зритель. Скоро фильм закончится, и я... Внутри меня теперь не маленькая звёздочка, а огненный шарик, растущий с каждым часом. Он мне кажется уже не добрым соседом, а злобным надсмотрщиком. Жжение в желудке, он заставляет меня есть. А с жжением в желудке он заставляет меня есть. Покалыванием в пятках идти в туалет. Остальное время он позволяет мне спокойно лежать и ни о чём не думать. Огненный шар внутри меня больше не растёт. Теперь он дрессирует моё тело подчиняться командам. И я всё привычнее им следую, иначе огонь сжёт меня. А всё, что мне нужно сейчас, немного покоя. В тот момент, когда огонёк загибает мою шаю к спине, заходит медсестра. она роняет поднос тарелками и полинолиум рассыпается каша в перемешку с черникой. Огонь внутри меня вспыхивает и я вижу, как в Марию Потаповну впивается бледно-зелёный лучик. Медсестра уходит, а лучик следует за ней. Пока мой сосед занят новой игрушкой, я наблюдаю, как на кусочке каши разлетаются мухи. Слетаются, может? Ладно, слетаются. Вожатые и девочки из моего отряда осторожно обходят беспорядок на полу, удивлённо перешёптываясь. Я вижу жалость на лица Оксаны и страх у всех остальных. Они смотрят на меня, как на экспонат кунст камеры. В их голосах лишь притворное сочувствие, и мне становится неприятно их присутствие. Тонкие зелёные лучики вонзаются в их говонящие головы и воцаряется тишина. Затем они выходят из палаты, пиная лежащие на полу тарелки, растаптывая кашу и ягоды. Мухи снова слетаются на трапезу. Дзинь! Один из лучиков ломается и с мелодичным звоном осыпается. Мерно дремавший до этого огненный шар в моём сердце мгновенно раскаляется и сбрасывает меня с постели. Я выхожу из медпункта не в силах сопротивляться его напору. Впрочем, я и не хочу. Десятки, сотни лучиков устремляются от меня к только им известным целям, а я просто иду туда, куда ведёт меня звезда. Неспешно мы совершаем круг почёта по территории лагеря и воздух вокруг меня заполняется зеленью. Дзинь! Дзинь-дзинь-дзинь! Лопают, засыпаясь на землю, и это зрелище настолько прекрасно, что я останавливаюсь, игнорируя призывы огня идти дальше. Я завороженно смотрю и слушаю, как весь мир наполняется чистым хрустальным звоном и сверканием изумрудных осколков. Но увы, лучики заканчиваются. Их остаётся не больше десятка. Огонь внутри меня ярится, я чувствую, как сгораю и тут же появляюсь, чтобы снова сгореть. Теперь я птица-феникс. Моя одежда давно истлела, а позади меня остаётся цепочка дымящихся следов и обугленная трава. Я подхожу к воротам лагеря и замечаю его. Он лежит, царапая землю скрюченными пальцами, пытаясь выбраться за территорию. Лучик, соединяющий нас, слабо пульсирует и вот-вот лопнет. Я подхожу ближе и жду. Весело звякнув, лучик осыпается зелёными искорками и он замирает. Пламя толкает меня дальше, но я не спешу выходить. Почему я? Что я такого тебе сделала? В чём я виновата? Спрашиваю у мёртвого тела, но ответа нет. Давление огня становится невыносимым и я ухожу. Плачу, но слёзы тут же испаряются с негромким шипением. Тихо прозвенёв прощальную мелодию, рассыпался последний лучик. Я останавливаюсь посреди аллеи, ведущей к площади и хочу лечь, но огненный тайфун тянет меня дальше. Мы подходим к статуе пиани Разгорном, затем к девушке с веслом. Наконец меня притягивает к огромному бронзовому Ильичу. Я протягиваю к нему руку и огненный шквал вихрем втягивается в статую. Я ухожу из лагеря по лесной дороге, оставляя за собой лишь мёртвых и пылающую болотным светом статую вождя. С собой я уношу этот дневник и крохотную зелёную звёздочку под сердцем. Больше тут ничего не написано. Ку-ка-то! Оля, как ты в темноте читать умудряешься? Кидай тетрадкой в стаса и стоит дневник. Тут же все страницы пустые. Ай! Лиза обнимает Степана за талию и опускает голову ему на плечо. О, труселя! Бля, я думал она в колготках, а это у неё просто ноги чёрные. Ай, лятос под колготок просвечивается. Всё, всё, ок. Степан сидит неподвижно, словно статуя. Саша подкалывает под голову уснувшей Насте скрюченное покрывало. Уснула? Ага. Придумывала бы ты, Ольга, что-нибудь повеселее. Стала бы отличным писателем. Это твои сказки послушаешь, удавиться хочется. Хм. Ну, наконец-то, пришло время действовать страшной историей. а не действительно страшной историей, а не этих детских пугалок. Приготовьтесь визжать от страха, ведь сейчас вы услышите о красных глазах. О красных глазах вы услышите уже в следующий раз. А сегодня на этом всё. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры Субтитры Субтитры